Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны Великой Отечественной войны Указом президента России все ветераны Великой Отечественной войны В этом году награждаются юбилейной медалью 75 лет победы Уникальную награду получили и герои фронта, которые проживают в Десногорске Подробности далее В Десногорске 4 февраля ветеранов Великой Отечественной войны Поздравили с важным для всей страны событием – 75-летием победы От имени президента Российской Федерации глава Атомграда Андрей Шубин Вручил ветеранам памятные юбилейные медали Решите вас от лица муниципалитета поздравить с достойной наградой Пожелать вам здоровья, крепости духа и благополучия вам и вашим близким Центр спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Совместно с волонтёрами города Также поблагодарили участников войны И поздравили каждого с годом памяти и славы Представители организации вручили ветеранам приятные подарки А главное – проявили своё внимание и заботу Сохранить память о героизме русского народа и историю Великой Отечественной войны – одна из задач государства Об этом напомнила молодому поколению и Октябрина Кононенко Чтобы они никогда не забывали прошлое Потому что без прошлого нет и настоящего А прошлое наше было тяжёлое всё-таки в военные годы Ветераны проявляли свои подвиги не только в годы войны, но и в послевоенное время Своим же трудом и силой духа после тяжёлых и страшных лет они восстанавливали и поднимали страну Куликов Василий, Вера Соловьёва, Александр Четверяков стали первыми, кто получил медаль из рук Андрея Шубина Октябрина Кононенко твёрто заявила, что награду будет получать не в домашней обстановке, а на торжественной церемонии открытия Года памяти и славы Мероприятие состоится 13 марта в Центре культуры и молодёжной политики Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ 5 марта в здании администрации прошло очередное заседание административной комиссии Есть ли тенденция улучшения в поведении некоторых десногорцев? Смотрите далее Первое мартовское заседание комиссия провела в новом составе Место сложившего себя соответствующей обязанности Игоря Григоровича теперь занимает другой народный избранник Депутаты проголосовали за то, чтобы направить на работу Куролесова Дениса Александровича Он здесь присутствует, он является депутатом, является руководителем комиссии по бюджетам и налогам Неправильная парковка – это обычно самое массовое нарушение у десногорцев Но в этот раз был всего один такой протокол К сожалению, благоприятную корзину испортили нарушители тишины По этой статье было аж 14 случаев С повинной пришёл один человек Нельзя нарушать тишину и спокойствие после 22 часов Вы поняли? Нет Дальнейший не будете нарушать? Нет Именно эта девушка отделалась предупреждением По остальным делам были вынесены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей Олег Соловьёв, Александр Графеев, Десна ТВ На Смоленщине работают около 70 поисковых отрядов Важный вклад в общее дело, восстановление истории и судеб участников Великой Отечественной войны вносят и отряды Десногорска Одному из них, отряду «Высота» исполнилось 15 лет Поисковое движение «Смоленщины» – значительный коллектив единомышленников в количестве более 70 отрядов Движимые одной целью, они работают в разных районах области находя артефакты и павших воинов родом со всей России С 2005 года в рядах поисковиков стоит и Десногорский отряд «Высота» «Самое интересное, что мы подняли больше бойцов, чем у нас захоронено на Кургане Славы У нас захоронено 1267 солдат Мы в этом году перешевнули рубеж, у нас 1385» Эти достижения становятся частью общего успеха Смоленской областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг»» Куда входят все поисковые отряды «Смоленщины» У каждого своя степень ответственности, своя ниша, которую он заполняет в движении Потому что само движение очень многограммное И почему я говорю, что мы с Игорем Владимировичем по духу Потому что надо всю работу систематизировать После полученных подарков и поздравлений командир вручил благодарственные письма людям С которыми отряд работал и продолжает работать на территории города Десногорска А также отличительные знаки бойцам поискового отряда «Высота» По итогам работы, проведенной в 2019 году Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ На этом выпуск подошел к концу Больше интересного на нашем сайте А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм В студии работала Ксения Вьюшкова Хороших вам выходных и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok